Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Еще не подписчик? Почему бы не подписаться? Представляю вашему вниманию цикл из двух видео лекций, посвященных технологическому оборудованию для разделения по разности плотностей. В текущей видео лекции мы рассмотрим осадительные и осушающие центрифуги, а также шнековые центрифуги, их принцип действия, устройства и работу. А теперь более подробно. В этой лекции описаны машины и аппараты для разделения жидкообразных неоднородных пищевых сред путем отстаивания и центрифугирования. Отстаиванием называется процесс разделения неоднородных жидких смесей на фракции, различающихся по плотности, в поле гравитационных сил. Центрифугированием называется разделение неоднородных суспензий на фракции, в поле центробежных сил. Различают отстойное и фильтрационное центрифугирование. Жидкообразные неоднородные пищевые среды представляют собой мутную полидисперсную систему, состоящую из грубых и мелкодисперсных частиц, коллоидных веществ. Для их осветления применяют отстаивание, фильтрование, центрифугирование и сепарирование. В производстве крахмалопродуктов, сахара, песка, сметаны и других продуктов часто встречается необходимость выделить часть жидкой фракции для того, чтобы, например, уплотнить суспензию или удалить соковую воду, удалить растворимые вещества, отделить жир, содержащийся в молоке и так далее. Если компоненты суспензии различаются плотностью, такое разделение можно осуществить отстаиванием или с помощью специальных машин и аппаратов. Осаждение под действием силы тяжести. При исследовании процессов осаждения под действием силы тяжести было установлено, что скорость осаждения частицы в данной среде увеличивается пропорционально квадрату диаметра частицы, разности плотностей частицы и среды. То есть, чем плотнее частица, тем больше скорость осаждения и обратно пропорционально вязкости среды. Осаждение частиц может производиться в отстойниках под действием силы тяжести и центробежной силы. Время осаждения определяется по формуле tau равно h деленное на v. Практически в чане высотой около полутора метров осаждение продолжается 7-8 часов. Сократить время осаждения в конкретных условиях технологического процесса можно только уменьшая высоту чана, поскольку все остальные величины, от которых зависит скорость осаждения, постоянны. Можно, правда, снизить вязкость и плотность суспензии, например, разбавляя ее чистой водой и подогревая. Но практически результаты этого будут сравнительно незначительны, так как плотность и вязкость соковой воды очень мало отличаются от плотности и вязкости воды. Кроме того, это вызовет дополнительный расход воды, что всегда нежелательно. По практическим конструктивным соображениям высоту h от стойника не принимают меньше 20 сантиметров. Причем дно чана делают с небольшим уклоном и подают в него суспензию непрерывно до заполнения осадком. Смотрите рисунок. Скорость подачи суспензии выбирается такой, чтобы ее течение было спокойным и не препятствовало оседанию частиц. Отстойник такого типа называется лотком, а также встречается на некоторых крахмальных заводах. Длину лотка выбирают таким образом, чтобы весь крахмал успел осесть за время протекания по нему суспензии. Обычно длина лотка бывает около 25 метров, а скорость протекания суспензии от 7,5 до 8,5 сантиметров в секунду. Снижение высоты от стойника позволило сократить время осаждения в n раз. Так, при высоте h 1,5 метра или высоте h 0,2 метра, n составляло 7,5. То же самое количество осадка мы можем получить теперь не за 7-8 часов, а примерно за 1 час. Вернемся теперь к формуле скорости осаждения. При осаждении частиц под действием силы тяжести скорость осаждения прямо зависит от ускорения свободного падения. Но величина ускорения свободного падения сравнительно небольшая. Если же поместить частицу в поле действия центробежных сил, здесь могут возникнуть очень большие ускорения. Будем вращать отстойник вокруг центральной оси. Смотрите рисунок. При этом даже при сравнительно небольшой частоте вращения в жидкости образуется воронка, а частица крахмала будет двигаться уже под действием двух сил – тяжести и центробежной. Если увеличить частоту вращения отстойника, то жидкость прижмется к его стенкам. Дно воронки как бы выйдет за пределы чана, а частица начнет двигаться к стенке с такой скоростью, что скорость осаждения под действием силы тяжести для наших расчетов потеряет значение. Вращающийся отстойник называется центрифугой. Поскольку центробежные силы в центрифуге обычно значительно превышают силы тяжести, ось центрифуги можно из конструктивных соображений располагать и горизонтально. интенсивность осаждения данных частиц в центробежном поле будет во столько раз больше, чем в гравитационном, во сколько А будет больше Г. Отношение этих величин называется фактором разделения центрифуги F и рассчитывается по формулам, приведенным на слайде. Фактор разделения характеризует интенсивность осаждения. С некоторыми допущениями можно считать, что если для осаждения некоторого количества взвеси в единицу времени требуется гравитационный отстойник с площадью F, то для этой же операции на центрифуге с фактором разделения F потребуется площадь осаждения F в F раз меньше. Общая классификация центрифуг может быть дана в зависимости от основных характеристик машин. В первую очередь центрифуги классифицируются по фактору разделения. В зависимости от этой характеристики различают нормальные, у которых фактор разделения меньше 3000, и сверхцентрифуги, у которых фактор разделения больше 3000. По осуществлению рабочего процесса центрифуги разделяются на непрерывно и периодически действующие. В сахарной промышленности применяют нормальные и фильтрующие центрифуги. Факторы разделения центрифуг, применяемых в крахмалопаточной промышленности, в зависимости от назначения центрифуг, лежат в пределах от 300 до 6000. На нескольких следующих слайдах мы рассмотрим термины и определения. Если вы знакомы с этими терминами и определениями, переходите по метке времени в описании на следующий раздел. Итак, центрифуга. Это установка, которая способна выполнять центрифугирование с осаждением твердой дисперсной фазы на сплошной внутренней поверхности ротора или на внутренних стенках роторных разделителей сепаратора. Будьте внимательны, проверьте себя, понимаете ли вы слова, которые присутствуют в этом определении? Понимаете ли вы, что такое дисперсная фаза и что такое фаза вообще? Что такое ротор? Ротор центрифуги. Вращающаяся часть агрегата, в которой непосредственно выполняется разделение осадка и других неоднородных жидкостей. Виды центрифуг. Фильтрующие. Установка, которая выполняет обезвоживание за счет фильтрования жидкой субстанции на роторе с перфорированной стенкой. Осадительное. Агрегат, осуществляющий классификацию и обезвоживание веществ за счет центробеждого осаждения твердых частиц на сплошном роторе. Комбинированное. Осадительно-фильтрующие. Установка для обезвоживания, в которой используется и фильтрование, и центробежное осаждение. Инерционное. Агрегат для обезвоживания с выгрузкой сухого остатка из ротора за счет воздействия тангенциального компонента центробежной силы. Фильтрующие шнекового типа. Фильтрующая установка, выполняющая выгрузку осадка с помощью вращающегося шнека. Фильтрующая вибрационного типа. Фильтрующие агрегаты для обезвоживания, выполняющие выгрузку за счет вибраций. Прямоточная. Установка, в которой направление движения твердых частиц изменяется не более чем на 90 градусов. Противоточная. Агрегат, в котором при перемещении твердые частицы меняют направление более чем на 90 градусов. Фугат. Жидкость, удаляемая в процессе центробежного осаждения через слив. Фильтрат. Жидкость, пропускаемая через фильтрующий элемент. Осадок. Совокупность твердых компонентов и жидкости, заполняющие их поры, которая создается по завершении разделения первичной суспензии. Удельная масса для центрифуги фильтрующего типа. Отношение чистой массы центрифуги без комплектов и аппаратуры управления к максимальному уровню производительности, который определяется исходным материалом. Удельная масса для центрифуг осадительного и комбинированного типа. Отношение чистой массы без рабочих комплектов и блока управления к максимальному уровню производительности, который определяется по осадку. Удельный расход электроэнергии для фильтрующих центрифуг. Количество потребляемой центрифугой электроэнергии для переработки одной тонны материала. Удельный расход электроэнергии для центрифуг осадительного и комбинированного типа. Количество потребляемой центрифугой электроэнергии для переработки одной тонны осадка. Уровень звуковой мощности. Звуковая мощность в полосе частот в децибелах. Капитальный ремонт. Ремонтные работы, подразумевающие полное или частичное восстановление рабочего ресурса установки, которая может выполняться заменой или исправлением ее базовых или других деталей. Модель. Вариант исполнения центрифуги с определенными особенностями строения конструкции, которые учтены в обозначении основных параметров, типов установок или размеров. Индекс производительности. Это произведение фактора разделения на площадь осаждения центрифуги. Обозначается греческой буквой сигма большое. Из формулы следует, что индекс производительности равен площади гравитационного отстойника, эквивалентного по производительности данной центрифуги. Если, например, для центрифуги F равно 400 квадратных метров, то значит, что теоретически данная центрифуга способна заменить отстойники общей площадью осаждения в 400 квадратных метров. Индекс производительности учитывает особенности данной центрифуги, конструктивные размеры осадочного барабана и частоту его вращения. Взяв из справочника или определив расчетами индекс производительности нескольких однотипных осадительных центрифуг, легко их сравнить для данной операции. Так, если у одной центрифуги индекс производительности равен 400 квадратных метров, а другой 600 квадратных метров, то это значит, что вторая центрифуга будет в полтора раза более производительной, чем первая, при одних и тех же исходных и конечных технологических показателях. Классификация центрифуг Основным рабочим органом всякой центрифуги является барабан, благодаря вращению которого создается поле центробежных сил. Барабан закрепляется на валу. Вал вращается в подшипниках. Вращение центрифуги передается от электродвигателя непосредственно через центробежную, эластичную или глухую муфту, через ременный или шестеренчатый привод. Некоторые центрифуги приводятся в движение от электродвигателя через редуктор. По принципу действия центрифуги разделяются на осадительные, осадочные, отстойные и фильтрующие. По способу удаления осадка из ротора различают центрифуги с ручной, гравитационной, ножевой, пульсирующей, шнековой и инерционной выгрузки. По характеру расположения вала, на котором закрепляется ротор, различают центрифуги с вертикальным и горизонтальным расположением вала. Центрифуги с вертикальным валом в зависимости от расположения опоры вала могут быть подвесные, когда опора расположена выше центра тяжести ротора, а ротор укреплен внизу вала и центрифуги, ротор которых расположен на верхнем конце вала. Осадительные центрифуги имеют сплошной барабан, на внутренней поверхности которого осаждается более тяжелая фракция обрабатываемой суспензией. Осадок. Легкая фракция вытесняется ближе к оси барабана и сливается через верхнюю горловину барабана. В некоторых центрифугах легкая фракция спускается через отверстие в днище барабана после его остановки. Фильтрующие центрифуги имеют перфорированный барабан, на внутреннюю поверхность которого укладывается фильтрующая перегородка. Тканая или пробивная металлическая сетка – фильтровальная ткань. Под фильтрующую перегородку для лучшего дренажа укладывается сравнительно крупная ячеистая дренажная сетка. Под действием центробежных сил обрабатываемый продукт отфильтровывается через фильтрующую перегородку. Взвешенные в суспензии вещества оседают на сетке, а фильтрат, пройдя через этот осадок и сетку, попадает в кожух центрифуги и выводится оттуда через специальное отверстие. На рисунке изображены центрифуги периодического действия с ручной выгрузкой осадка через верхнюю горловину. Цикл работы этих центрифуг складывается из подачи в стоящий или вращающийся барабан порции суспензии, осаждение или фильтрации, осушение осадка для фильтрующей центрифуги, удаление осадка. Удаление осадка в некоторых центрифугах производится через нижнее днище. Причем привод этих центрифуг устанавливается над барабаном. Барабан как бы подвешивается к валу, вследствие чего эти центрифуги называются подвесными. Механизированная выгрузка осадка производится с помощью специальных ножей или фрез. Общая классификация центрифуг, применяемых в крахмало-паточной промышленности, выглядит следующим образом. Первое. По фактору разделения делятся на обычные центрифуги с фактором разделения менее 3,5 тысяч. Сверхцентрифуги с фактором разделения более 3,5 тысяч. Второе. По принципу действия. Осадительные, осадительно-фильтрующие, комбинированные, фильтрующие, фильтрующие с переливом непрерывного и периодического действия. По конструкции. С вертикальным валом или с горизонтальным валом. С вертикальным валом это обычно фильтрующие с нижним или верхним приводом подвесные, а с горизонтальным валом осадительные, фильтрующие, комбинированные. Особое место среди оборудования для разделения суспензии по плотности компонентов занимают гидроциклоны, флуатационные машины и сепараторы. Для подбора центрифуги рекомендуется использовать опросный лист со следующими вопросами. Первое. В какой производственной линии будет установлена центрифуга? Опишите степень механизации и автоматизации линии. Второе. Какую технологическую операцию будет выполнять центрифуга? Третье. Какой полуфабрикат суспензия будет подаваться в центрифугу? Опишите параметры суспензии. Вязкость, плотность и другое. Четвертое. Какие полуфабрикаты будут выходить из центрифуги? Опишите параметры полуфабрикатов. Плотность, вязкость, размер частиц и другое. Рассмотрим каждый тип центрифуги в отдельности. Осадительные центрифуги. Осадительные центрифуги применяются в крахмалопаточной промышленности почти исключительно при переработке картофеля. Попытки использовать осадительные центрифуги с относительно низким фактором разделения при переработке кукурузы и пшеницы делались, но не дали удовлетворительных результатов. Это можно объяснить тем, что зерна кукурузного и пшеничного крахмала меньше, чем картофельного. Вязкость жидкой фазы суспензий, образующихся при переработке зерна, выше. И невысокий фактор разделения обычных осадительных центрифуг не обеспечивает удовлетворительного разделения. В легкую фракцию уходит сравнительно большое количество крахмала. В картофеле крахмальном производстве осадительные центрифуги применяются для следующих операций. Выделение клеточного сока из каши после картофеля терки, выделение соковой воды из крахмального молока, размывание крахмального молока. В зависимости от назначения осадительные центрифуги имеют конструктивные различия. В крахмалопаточной промышленности широко применяются шнековые осадительные центрифуги. Центрифуга состоит из двух вращающихся барабанов, наружного сплошного конического 1 и внутреннего 2 с закрепленным на нем шнеком 8. Оба барабана вращаются в одну сторону, но с разными скоростями, благодаря чему шнек имеет относительное движение к наружному барабану. Суспензия подается через полый вал 3 и окна 6 во внутреннем барабане. Тяжелая фракция оседает до поверхности конического барабана, а легкая выводится через окна 7 в широком торце конического барабана. Расстояние от оси центрифуги до этих окон выбирается таким образом, чтобы часть конического барабана не покрывалась обрабатываемой суспензией. Вследствие разности оборотов конического барабана и шнека, осадок продвигается шнеком к меньшему основанию конического барабана и выгружается через окна 4. На участке барабана 5 происходит уплотнение осадка, поскольку он не соприкасается с суспензией. На слайде представлена 3D модель осадительной центрифуги в разрезе. Центрифуги для выделения клеточного сока. Технологическая задача, которая ставится перед центрифугами для выделения клеточного сока, их называют соковыми или кашковыми. Максимальное выделение клеточного сока из кашки при возможно меньшем разбавлении кашки водой и даже совсем без разбавления и минимальном содержании крахмала в легкой фракции. Для выполнения этих требований соковые центрифуги должны иметь сравнительно высокий фактор разделения. Специальные соковые центрифуги имеют более длинный барабан, что обеспечивает продолжительное воздействие центробежных сил на продукт и благодаря этому лучшее выделение клеточного сока. Кроме того, перед зоной осушения в центрифугу подается вода для промывки кашки, что также улучшает выделение соковой воды. Центрифуга такого типа выпускалась ранее под марками ЦКС-100 и НОГШ. В настоящее время при подборе оборудования вы можете подбирать оборудование зарубежного производства со схожими характеристиками. Схема центрифуги НОГШ-503Н и расшифровка обозначений представлены на слайде. Как видно из технической характеристики, представленной в таблице на слайде, конструкция центрифуг НОГШ дает возможность уменьшать или увеличивать диаметр сливного порога, удлиняя или укорачивая при этом зону осушения. При более длинной зоне осушения можно получить густой сход с меньшим содержанием влаги. Центрифуги для выделения соковой воды Осадительные центрифуги для выделения соковой воды из крахмального молока работают в более легких условиях, чем центрифуги для выделения концентрированного клеточного сока из кашки. Прежде всего молоко на них поступает сильно разбавленным водой, содержащим всего 3-4% сухих веществ. Не требуется получение на них легкой фракции высокой плотности. Жесткие требования предъявляются к содержанию клеточного сока в сгущенном крахмальном молоке и потерям крахмала с легкой фракцией. Содержание остаточного клеточного сока не должно превышать 23-24% к массе крахмала после центрифуги, а потерь около 1% к массе крахмала, поступающего на центрифугу. Такие показатели обеспечиваются при факторе разделения равным 600-800 на рабочей поверхности цилиндрической части барабана. Для выделения соковой воды на заводах эксплуатируются отечественные центрифуги типа OC25, OCD50, OC2N50, OC15 и польские типа ZW02. Схема центрифуги ZW02 и расшифровка обозначений представлены на слайде. Промывные осадительные центрифуги. Технологическое требование к промывным центрифугам это максимальное выделение из-за крахмальной суспензии остатков соковой воды и мелкой мезги. Так содержание мезги не должно превышать 0,15% на сухую массу готового крахмала, а остаток соковой воды около 1,3-1,5 г на 1 кг сырого крахмала. Опыт использования осадительных центрифуг специальной конструкцией как на российских заводах, так и за рубежом показал, что для достижения таких параметров необходимо обрабатывать молоко последовательно на двух центрифугах, причем вместе с мезгой и соковой водой уходит около 15% крахмала от поступившего на промывание. Для промывания крахмала применяются отстойно-промывные центрифуги типа ОПЦМ-100. Наружный барабан-1 выполнен из двух усеченных конусов, соединенных широкими торцами. Продукт через полую полуось и окна внутреннего барабана-2 поступает в центрифугу на участке соединения этих конусов. Оседает на поверхности короткого и части поверхности длинного конусов и шнеком-3. Выводится к разгрузочным окнам-5 в узком торце короткого барабана. В конце короткого барабана через полую полуось подается чистая вода для улучшения промывки. Для лучшего выделения клеточного сока и мезги в средней части ротора по его длине установлены лопасти-4, которые взмучивают оседающий продукт. Грязный крахмал и примеси, продвигаясь с током жидкости к сливным окнам-6, оседают на поверхность длинного конуса и выводятся к сливным окнам-шнекам, который в этой части имеет обратное направление витков. На некоторых крахмалопаточных заводах промывание крахмала производится на обычных осадительных центрифугах. Для лучшего удаления растворимых веществ молоко после центрифуг фильтруется на вакуум-фильтрах. На слайде вы видите 3D-модель центрифуги. На этом слайде вы видите техническую характеристику центрифуги ОПЦМ-100. Приводы осадительных центрифуг. Центрифуга типа ОЦ-25 приводится в действие от электродвигателя через контрпривод калино-ременной передачей. Разность оборотов наружного и внутреннего барабанов образуется благодаря неодинаковым диаметрам ведомых шкивов. Так на валу внутреннего барабана закреплен шкив большего диаметра, в результате чего скорость вращения внутреннего барабана меньше, чем наружного. Центрифуги типа ОЦ-50, ОЦ-2Н-50 и ЗВ-02 приводятся от электродвигателя через дифференциальный редуктор. Кинематическая схема привода представлена на слайде. Наружные барабаны центрифуг типа НОГШ, ЦКС-100, ОПЦМ-10 и ОЦ-15 приводятся к лино-ременной передаче от электродвигателя. Внутренние барабаны через планетарный редуктор, корпус которого крепится к наружному барабану. Кинематические схемы этих передач представлены на слайде. Осушающие центрифуги. Предварительное перед высушиванием в сушилках обезвоживание продуктов с помощью центрифугирования применяется в производстве крахмала и для выделения кристальной жидкости в производстве кристаллической глюкозы. Центрифуги для обезвоживания крахмала. На крупных и средних крахмальных заводах для обезвоживания крахмала применяются центрифуги типа АГ, или аналогичные им отечественного и зарубежного производства. Центрифуга АГ состоит из перфорированного барабана 5, вала 7, опирающегося на подшипники 6, питающие трубы 2, срезающего осадок устройства 3, разгрузочного бункера и корпуса 4, станины 8 и электродвигателя 9. Внутри барабана укладывается дренажная сетка 10 и фильтрующая перегородка 11. Общая конструктивная особенность центрифуг АГ горизонтальное расположение ротора. В качестве фильтрующей перегородки в центрифугах применяется сетка двойного плетения из нержавеющей стали или фильтрующая ткань. Управление операциями полностью автоматизировано. Цикл работы центрифуги осуществляется при постоянном полном числе оборотов барабана следующим образом. Производится подача суспензии в барабан. При достижении заданной толщины слоя осадка на барабане питание выключается с помощью специального устройства флажка расположенного в барабане. Затем в течение заданного времени производится осушение осадка. По истечении этого времени автоматически выключается подача срезающего осадок ножа и осадок удаляется из центрифуги через разгрузочный будкер. После удаления осадка нож возвращается в исходное положение и цикл повторяется. Интенсивность питания, а следовательно и время заполнения барабана осадком, время осушения и скорость срезания могут варьироваться в достаточно широких пределах. Конструкция центрифуг и система автоматики позволяют производить двукратное промывание осадка с просушкой после каждого промывания. В условиях крахмального производства промывание осадка обычно не производится. На крахмальных заводах применяются центрифуги типов АГ802Н с барабаном диаметром 800 мм, АГ900Н с барабаном диаметром 900 мм, АГ1204У с барабаном 1200 мм и другие. У центрифуг АГ802Н, АГ900Н, АГ1256Н и АГ1803Н все части, соприкасающиеся с продуктом делаются из нержавеющей стали Х18Н10Т. Центрифуга АГ1204У изготавливается целиком из черных металлов. Центрифуга АГ900Н снабжена виброизолирующим устройством, которое позволяет устанавливать центрифугу без специальных фундаментов на перекрытиях верхних этажей. Причем при расчете перекрытий принимаются во внимание главным образом статические нагрузки, так как динамические нагрузки практически полностью поглощаются виброизолирующим устройством. Коэффициент виброизоляции при частоте вращения 1500 оборотов в минуту λ равно 85, при 1200 оборотах в минуту λ равно 55 и при 1000 оборотах в минуту λ равно 35. Виброизолирующее устройство входит в комплект поставки только для центрифуги АГ900Н. Техническая характеристика центрифуг типа АГ представлена в таблице на слайде. Вы можете остановить воспроизведение видео, чтобы подробнее изучить эту таблицу. В настоящее время подобные центрифуги широко выпускаются в Китае. Вы можете найти предложение поставки таких центрифуг по словам «Китай, крахмал, скребок, центрифуга». Да, название правильное, потому что внутри подобных центрифуг расположен скребок. На слайде вы сейчас видите один из вариантов таких центрифуг. Если вы зайдете на страницу описания, то вы увидите там схему, похожую на ту, которую мы видели выше. Схему центрифуги типа АГ. Поскольку такие центрифуги до сих пор выпускаются, продолжим рассмотрение центрифуг типа АГ. Поскольку их конструктивное устройство будет чем-то похоже или полностью схоже с современными центрифугами, выпускаемыми в Китае. Центрифуги АГ-802Н, АГ-900Н, АГ-1204Н, АГ-1256Н имеют консольное крепление барабана. Оба коренных подшипника расположены с одной стороны барабана. У центрифуги АГ-1803Н барабан расположен между двумя подшипниками. Для того, чтобы продукт, выгружаемый из барабана, не застревал в горловине разгрузочного бункера у центрифуг АГ-1204У и АГ-1803Н, нижняя стенка разгрузочного лотка сделана подвижной. И во время выгрузки вибрирует под действием специального электродвигателя. Подшипники всех центрифуг АГ смазываются принудительно от специального маслонасоса со своим электродвигателем. В случае недостаточного давления в системе принудительной смазки происходит автоматическое выключение главного двигателя, так же как и в случае повышения температуры подшипников выше нормы. Пуск главного двигателя возможен только после того, как в системе смазки установится нормальное давление. Станины и корпуса центрифуг АГ-802Н, АГ-1204У и АГ-1803Н литые из чугуна. Центрифуги АГ-900Н и АГ-1256Н цельносварные из нержавеющей стали. Центрифуги АГ построены как фильтрующие. В производстве крахмала, однако, желательно, чтобы центрифуги работали с переливом. То есть, чтобы часть подаваемого продукта переливалась во время загрузки центрифуги через борт барабана. При этом с переливом уносятся легкие примеси, такие как мезга, белок и крахмал. Дополнительно очищается. При этом с переливом уносятся легкие примеси, такие как мезга, белок. И крахмал дополнительно очищается, что в значительной степени улучшает его качество. Работа с переливом особенно необходима при выработке кукурузного крахмала. Кроме улучшения качества крахмала, перелив позволяет существенно увеличить производительность центрифуги. Так как в этом случае емкость барабана используется полностью, при незначительном увеличении продолжительности цикла. Для перевода центрифуги АГ на режим работы с переливом, в каждом случае необходимо осуществить некоторые конструктивные изменения в них. У центрифуг с передними крышками на шарнирах АГ-802Н, АГ-900Н и АГ-1204У, нож и питательная труба укреплены на крышке и свободно с зазором входят в барабаны. В результате этого они не препятствуют работе центрифуг с переливом. У центрифуга АГ-802Н и АГ-900Н горловина барабана прикрывается специальным буртиком, приваренным к разгрузочному бункеру. Для того, чтобы обеспечить свободный сход перелива, необходимо сточить вручную буртик почти полностью. И кроме того, проточить горловину барабана, увеличив ее диаметр на 10 мм. Проточка горловины осуществляется на месте в подшипниках центрифуги. Для этого на станине центрифуги закрепляется суппорт токарного станка с резцом. И барабан приводится во вращение от дополнительно устанавливаемого электродвигателя и контрпривода. Частота вращения барабана при проточке не должна превышать 30-40 оборотов в минуту. Как показывает опыт крахмальных заводов, осуществивших такую проточку, эта операция не нарушает балансировки барабана. У центрифуг АГ-802Н и АГ-1204У приходится также срезать козырек, приваренный к корпусу, для защиты от попадания исходного продукта в фильтрат. У центрифуги АГ-1800-3Н нож в нижнем положении и питательная труба несколько углублены в барабан. Для перевода ее на режим работы с переливом необходимо опустить нож примерно на 30 мм и заменить питательную трубу новой, выполненной для АГ-1800. Так, как это показано на слайде. Опускание ножа осуществляется путем стачивания его со стороны обуха на 22 мм и стачивания державки ножа на 8-9 мм. Для свободного выхода перелива приходится также прорезать в нижней перегородке корпуса отверстие размером примерно 100 на 100 мм. Естественно, что из реконструируемых центрифуг удаляется разравнивающая гребенка, или так называемый флажок, регулирующий толщину осадка. Вместо регулирования толщины осадка в систему автоматики вводится реле для питания центрифуги строго по установленному времени. Усилия, затраченные на реконструкцию, приносят большой эффект. Производительность реконструированной центрифуги АГ-1800-3Н увеличилась с 22,4 до 54,5 тонн в сутки по товарному крахмалу. Содержание белка в фугованном крахмале составило 0,98% против 1,49% в исходном молоке. Содержание мезги соответственно снизилось до 0,0108% против 0,032% то есть более чем в 3 раза. Кислотность до 21,84 мл 0,1 нормального раствора натрий-ОН против 30,86 мл в исходном продукте. Аналогичные показатели были получены и на других предприятиях при переводе центрифуг на работу с переливом. Центрифуги АГ обычно работают с сеткой номер 120, 90 и 56. Чем выше номер, тем мельче отверстия в сетке. Каждая сетка имеет свои преимущества и недостатки. Так с сеткой номер 120 центрифуга работает спокойнее. Слой крахмала в начале фугования не размывается. Фильтрат получается медием плотным, чем на сетке номер 56. Но зато сетка сравнительно быстро зарабатывается и влажность фугованного крахмала начинает повышаться. В результате этого приходится производить регенерацию сетки не реже одного раза в смену. При работе на сетке номер 56 требуется тщательно регулировать питание таким образом, чтобы молоко выливалось из питательного отверстия сплошной лентой по всей ширине питательной щели. Иначе из-за размывания подслоя крахмала нарушится балансировка ротора и возможно возникновение вибрации. Фильтрат получается более плотным. При этом отмечается саморегенерирование сетки и остановку на очистке сетки можно производить один раз в 5-10 дней. Причем влажность фугованного крахмала практически все время остается постоянной. При работе с переливом с центрифуг возвращается значительное количество крахмала. Так при работе на сетке номер 56 с фильтром и переливом возвращается примерно 30% от поданного в центрифугу крахмала. При работе на сетке номер 120 примерно 20%. Эти возвраты содержат большое количество мезги и белка, в связи с чем целесообразно возвращать их на рафинировальные сета и затем на сепараторы. Концентрация фильтрата и перелива составляет до 18-20% сухих веществ. Исходную суспензию следует подавать на центрифуге возможно большей концентрации 40-42% сухих веществ. Нормальная влажность фугованного картофельного крахмала 37-39%, кукурузного 34-36%. При хорошей очистке крахмального молока содержание белка в кукурузном крахмале не более 0,7% и обеспечение свободной выгрузки крахмала из центрифуги. Продолжительность операции фугования может быть определена по таблице, приведенной на слайде. Вы можете остановить воспроизведение видео и изучить таблицу подробнее. Подача молока в центрифугу должна быть настолько интенсивной, чтобы белок и мезга не успевали осаждаться вместе с крахмалом, а уходили в перелив. Очень важно обеспечить быструю эвакуацию крахмала при выгрузке, что достигается установкой под центрифугой бункера соответствующих размеров или шнека нужной производительности. На практике из-за несоответствия производительности шнека производительности центрифуги выгрузка растягивается на 5, 10 или более минут. Чем снижается производительность центрифуги, непроизводительно расходуется электроэнергия, причем иногда даже эксплуатируется лишняя центрифуга. Устройство питательной линии для центрифуг типа АГ приведено на слайде. Подвесные центрифуги глюкозного производства. Для центрифугирования кристаллической глюкозы применяются подвесные с нижней выгрузкой осадка центрифуги типа ПН-1000. Центрифуга состоит из перфорированного барабана 1, механизма для срезания осадка 2, электродвигателя 3, головки привода с тормозным устройством 4, кожуха 5 и опорной конструкции 6. Электродвигатель имеет 4 скорости – 100, 250, 750 и 1450 оборотов в минуту. Причем вращение при 100 оборотах в минуту происходит в обратную сторону относительно рабочего направления вращения барабана. Загрузка утфеля производится при 250 оборотах в минуту, фугование при 1450 оборотах в минуту, срезание осадка при 100 оборотах в минуту и вращение в обратную сторону. Переключение скоростей полуавтоматическое с помощью реле времени. Торможение центрифуги производится ленточным тормозом, а также противотоком. Подача срезающего ножа осуществляется вручную. При срезании осадка в результате его сопротивления частота вращения барабана падает до 50 оборотов в минуту. Усовершенствование центрифуги ПН-1000 дало возможность создать полностью автоматизированную центрифугу АПН-1250. Схема центрифуги АПН-1250 представлена на слайде. Все операции рабочего цикла центрифуги АПН-1250 осуществляются автоматически. Длительность цикла центрифуги ПН-1000 характеризуется следующими данными. Они приведены в таблице на слайде. Таким образом, при правильной организации труда, длительность цикла фугования на центрифугах ПН-1000 колеблется от 27 до 35 минут. Техническая характеристика центрифуг ПН-1000 и АПН-1250 представлена в таблице на слайде. Важно отметить, что при переходе от центрифуги ПН-1000 на центрифугу АПН-1250, у нас увеличивается внутренний диаметр ротора, максимальный фактор разделения, емкость, предельная загрузка, а также масса центрифуги без электродвигателя, пульта и станции управления. Центрифуга для выделения кукурузного крахмала. Сопловая центрифуга Мерко компании Альфа Лаваль широко используется для концентрирования кукурузного крахмала, первичной сепарации, концентрирования глютена и кларификации продуктов второго сорта. Фотографии этой центрифуги вы видите на слайде. В отличие от других многоцелевых сопловых центрифуг, центрифуга Мерко производства Альфа Лавали была специально разработана для выделения кукурузного крахмала. Она допускает большое содержание твердых включений, непрерывную выгрузку, а также минимальную закупорку сопел. В конструкции Мерко предусмотрена возможность настройки выхода продукции во время работы путем изменения проходного сечения сопла отвода. Установка Мерко использует специальную рециркуляционную систему с обратным током, которая является эффективным способом для управления разделением и или процессом концентрирования с помощью клапана отвода сгущенного продукта. Это позволяет оператору изменять фракцию и концентрацию путем настройки клапана отвода сгущенного продукта в линию разгрузки. Для уменьшения стоимости обслуживания и сокращения времени на ремонт барабан поддерживается специальным верхним блоком, который отличается повышенным ресурсом работы и возможностью быстрой и легкой замены. Доступны различные модели центрифуги Мерко с производительностью до 1000 тонн в день. Действительный выход зависит от многих факторов, таких как распределение частиц по размеру, нагрузке, температуре и требуемого результата сепарации. Сопловые центрифуги для сепарирования поставляются в широком диапазоне размеров и конфигураций. Сопловые центрифуги компания Альфа Лавай обладают рядом отличительных особенностей. Непрерывная выгрузка крахмала или протеинового концентрата, пол и главный вал для ввода воды прямо в зону сопла барабана, рециркуляция разгрузки сопла для большей концентрации, специальная конструкция сопел предотвращает их засорение, нет необходимости установки внешнего насоса. Вы посмотрели первую лекцию из цикла лекций, посвященных технологическому оборудованию для разделения по разности плотностей. Вторую лекцию вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или нажав вот на эту плашку в конце видео. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова